Вот, когда можно купить. Надо будет как-нибудь заняться этим. Я попрошу не материться. Прижай как-нибудь пить пиво. Играть в настолки и убирать фит. Фит? Много фитов. О, а это правда, что в пятёрке нет фитов? Пятёрка — это опциональное правило. Класс. Класс! Ещё проще гемеется теперь. Можно вообще просто приходить на партию вообще не без ничего. Ты же без чё. Не заказано. Можешь подать зелёного элисира? Ладно, я посмотрел, что куча каких-то правил. Зелёный элисир подать. Какие-то расы новые. Каменный гном. Нет, это просто позже расы. У гномов может быть каменный, горный. А зелёнкие — это станина. Почувствовать силу советского перевода. Это такая ловкость. Она жёлтым и зелёным иногда обозначается. Итак, на прошлой партии мы закончили на том, что вы прибыли к баронству. Барон узнал, что некая Анна сюда приехала. И быстро-быстро-быстро-быстро ускакал. Жена его связала. Ну, вы помните, что его жену зовут Анна. Сюда это куда? Да, мы это помним. Но он её выслал из города. Вы быстренько-быстренько обнаружили себе хорошую, удобную товару. А, да, вот всё. И придались там сну разврату Халлова. Ночь была слегка омрачена нападением злобной твари, которая убила. Которую некромант убит нежитью. Как это? Попитал. Хорошее название для песни. Шедовом. Кризраком. На него наполнил. Напиши. А он спал без сил. Я тебе расскажу так. Победив этого славного воина. Придав его тело огню. Прочитав замечательную тираду о том, что ты был сильный. Я сильный. Я тебе победил. В общем, всё нормально. Да. Я его зарубил. Седьмой раз. Упокойно. 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 Подожди. Нас некро убили? Тебя опять убили? Нет. Нет. Ваш великий некромант Попытался совершить древний ритуал поминовения усопших. И был остановлен варваром. Но Килт успел поднять. Это так оскорбилось. С Купика он взял щит. За которым он вечером и пришёл в очередной раз недоупокоенный. А то меч заберут, то щит. Упокойно. Упокойно. Ему не везло очень долго. Его убили. Он опять встал. Его убили третий раз. Ну офигенно. Значит я ещё с ним познакомлюсь. Третий раз. Вот. Пришёл он к нашему некроманту. Который дрыхл без задних ног. Который, несмотря на намёки, просьбы и увещевания, продолжал гордо заявлять о том, что он дрыхнет и ни на что не реагирует. Вот. Его зарубили. Ну как. Его почти высосали до конца. А мы въездили на персепшненке. Если бы не вмешательство Яны де Артен. И двойки. И руляли. Вот. Если бы не стоны Эви. Махан разъявила этого призрака ещё до того как. Хорошо все резко. До того как. Вот. И потом совершил этот странный обряд. Видимо каким-то образом связанный с Кайденом Хальеном. То есть она длила на лицо пиво. А у меня во сне было такое как будто дядька меня заливает бочку вина. Немножко неправильно вспоминаешь. Как я оказался в бочке в своём сне. А в бочке. В бочке вина. Понимаешь да? Всё самое крутое. 31 год я вообще не пил. И держался. И тут всё сорвал. Вот так он и стал. Некромат. Бочками. Бочками. Надо посетение смотреть на мир. Будьте магами. Будьте магами. В общем да. Тебя не видно. Вот. На этом мы приблизительно в прошлый раз закончили. Вот. Теперь у нас будет некромат алкоголик? На том что жрица поливала вашего товарища. Он в конце концов отфыркиваясь, отплёвываясь вскочил. Отплёвываясь? У меня голова болеет. Отглатывается. Что нет чуваки я не буду. Вот. Мне Александр это утверждал. Его персонаж сейчас очень склонен к алкоголизму. Постоянному. Просто вот очень склонен. Упс. Ты дай волю. Какая ты не одобряется. Да. Ты дай волю. Нет. Я кстати у тёти. Пьяный кастер. Извини Гриша. Извини Гриша если ты ночью не обнаружишь своего спиртика. Я помню что ты в какой-то момент дошёл. Но мы уже вернутся опять к тебе. Большой хан. Большим бочанком приходили. Постоянные медитации. Ты хотел что-то пить наверное умрел. Да. Я ж не так просто туда пёрся. Точно давайте слабые запястья. Ну я надеюсь мне хватит на то зачем я туда шёл. У него очень слабые запястья. Действительно где-нибудь закодировать можно? Закодировать? Да конечно. Меня интересует есть ли у неё зелье, которое она готовит подать. Зелье восстановления Restoration. Какого дядька? И сколько оно стоит стоит? Я помню дядьку стоит у меня. 300 золота. Отдай мне по баскетам. Всё. Вопросов нет. Тогда хети. Слабо помню Россию. Я помню дядька была. У нас не очень гостеприимных городов. Ну и начал рассказывать в прошлый раз, что... Вот и на этом не застел. Там кайфуешь на обои. Здесь они дорогие. Туристы. Ну насчёт кружки не делал. Вам не интересно о чём говорит Миша? Не интересно. Мы прибыли по просьбе барона. Я так и знал. Он попросил нас о помощи. У него какая-то проблема там семейная. Мы пытаемся её решить. Но вот мы пока только приехали. Ещё пока не разобрали. Ну человек. Насколько барон посвятил вас в делах? Сразу скажу, что идём до конца. Это ограничить спектры вопросов. Насколько я знаю... До конца. Идём до конца. Ограните спектр. Блядь, что я говорю? Я не знаю этих слов. Спектр, сука. 14 лет. Это локальный конфликт специального характера. Насколько я знаю... Семья барона проклята. И мы решили ему помочь. У нас есть шлица, которая... За которой мы идём. И она пытается помочь вот этому роду. Стать на путь истинный. То есть у них какие-то заморочки с какими-то дьявольскими. Слышь, всего чуть-чуть. Немножко друг партии. Мы тебя ходим по кругу. Только она до сих пор этого не осознала. По сути, ты избранная. Не слышала я этого, а? Да, ты избранная. Все от тебя это скрывают. Они тебя все выбрали. Избрали, так сказать. Мы где-то в зале сидим или что? Мы где-то в зале сидим? Нет, вы где-то спите. Вы далеко. В это время. А-а-а. Вы ещё даже не проснулись, на самом деле, от страшного крика вашего товарища. И криков Янг Дэртэн. Нет, ты не спишь. Как ты не спишь? Ой, ты, да ты не спишь. Ты какой-то момент заснул, потом очухался. Тело само работает. Главное, чтобы никто не заметил. В общем, наша партия приключенцев, следуя за жрицей, пытается помочь этому барону. Но я пытаюсь как-нибудь приукрасить эту историю, чтобы она... Поэтому здесь вопрос, как ты пытаешься, потому что это всё очень чётко определённо. Поэтому я тебя внимательно слушаю. Максимально. Вот такого человека надо брать в развертку. Сразу я снять тебе утечку. Ну, я ей говорю, что лично я им помогаю, потому что барон пообещал нам много денег, но, в принципе, у нас есть идейная жрица, которая... Идейная, расовая идея. Которая, как бы, помогает... Расово правильная. Просто так. Скажу так. Ну, я по силам помогаю и присоединился к этой партии не так давно. Я пытаюсь заработать много денег для своих личных нужд. Поэтому мы взяли за это дело. Мы сейчас здесь и... Ну, вот я ей, наверное, рассказал про этого скелета, которого мы встретили. Ну, ещё в прошлый раз, не знаю. То есть я рассказал эту историю. И вот говорю, вот по этим зацепкам мы пытаемся определить, что вообще за проклятие на этом роде. То есть мы ничего не знаем. Барон нам ничего не расскажет? Ну, я говорю, что какое-то проклятие в детали не вписывается. Это рассказывал? Ну, я ей не хочу рассказывать всё. Вообще. Я думаю, она в курсе. Ну, я говорю, что какое-то проклятие. Но какое именно, что он там делает, я ей не расскажу. Там всё самое интересное. Ну, вроде проклятие, но... Ну, это... Ну, что говорим, молодой человек, говорит она... Специально не покупала. Возможно, я вам смогу продать... Молодец. Сильнее в цене одного. Сильнее в цене одного. Сильнее в цене одного. В следующий раз поддайся. Больше чего. Зелье чего? Восстановление. Что? Нет. По цене одного – это хрена. Ну, я вам предлагаю отдохнуть. Вот. Время уже позднее. Угу. Ложитесь на меня. Да. Вернитесь и ляжьте к гарабару. Вернитесь. Вернитесь. Напомни, с кем ты ещё раз там говорил? Вернитесь. Вернитесь. Погодите, откуда там ведьма? Там была ведьма. На крайне жила, всё нормально? В деревне нам сказали, что там живёт какая-то ведьма. Оказалось, там... Знахарка не ведьма. Я тебе поперёшься к ней. Да, ночью. Просто ночью встал и пошёл к ведьме. Откросить. Вот у него это. Потому что только у неё были зелья, которые... Есть такая категория игроков, которые действуют по принципу. Можешь разделиться, разделяйся. Нет. Подожди. Мы пришли в таверну. Мы пошли вообще в таверну, потому что все отказались идти по следам скелета. Он к нам сам придёт. Откуда он пришёл? Мы его убили. Он уже к нам не придёт никак. Вот ты ошибся в этом. Партия сказала, мы классные пацаны. Нам надо зелья, чтобы вылечиться и пойти с новыми силами в бой. Мы пришли в город, все забухали. Я узнал, где можно купить зелья и пошёл покупать зелья. Нет, мы сюда бросим ночи по звускелетам. Ну, они забухали. А ты не знал, чем заняться и пошёл к чухе. Нет. Моя цель быстрее пойти и помочь бобододателю, чтобы... Ночью! Ночью! Закупаться зельями. Закупаться зельями. Всё, хорошо. Ты пошёл ночью пить. Я всё понял. Я в разведку. Ну, раз там хорошая тётя, жрица Сэрен Рэй, почему бы и не купить зелья? Всё, они жрицы Сэрен Рэй. А кто ты имеешь против жрицы Сэрен Рэй? А? А кто ты имеешь против жрицы Сэрен Рэй? Ничего, абсолютно ничего. У тебя нет ничего для жрицы Сэрен Рэй? Ничего нет. Вот именно поэтому я их не люблю. А, нет, погоди, для жрицы есть. Ой, что? У меня есть кое-что для жрицы Сэрен Рэй. У меня много чего есть. Я Горобат, я воин-варвар. Варвар-воин. У варвара всегда есть чего-нибудь для жрицы. Так, ладно, то есть мы спим, да? Ну, если она предлагает. Николай тебя накормила ужином, предложила вина. Вообще, как начинаются сказки? Нет. Накорми, напойди спать, уложи. Обычно ведьма артачит, что не хочет. Это Баба Яга. По сказкам я помню, что они всё-таки... Это Грисус Сэрен Рэй. В душе. Я в религии не шарю, поэтому мне нормально. Ну да. В душе добрые. Но едят-то они плотче. Но кушать-то надо. Чем-то это мне Волкин напоминает 5 серия. Не понадобится. Пока нет. Сапела? Нет. А там уже одна группа каннибализмом занималась. Да я вообще не смотрела, так что не знаю, что это. Ну, где там? После двух часов ночи случилась резкая побудка. Малярма. Алярма, нежить. Ты, может быть, тоже в это время проснулся от чувства некоторой тревоги. Это современное, там раньше колокола такие издушали. Вот там стоял чувак и вынул так. После интендента вы некоторое время пытались успокоить... Некроманта? Нет, зачем? Чего его спугать? Ну еще что, он слегка буен. Ну так связали его и кидали в кровать. Я, кажется, смогу и так сам стать. Я думаю, да, у него одна сила. Одна все-таки была, да? Ну я думаю, что да. Поэтому ты делаешь так, Ходор, Ходор, и носишь его за собой. Посох, помощь мне будет. Тебе приснилось, что нас решили восстановление силы? Ты даже в посох не можешь держать. Дальнейшая ночь прошла, в принципе, без особых аппетитов. На утро, если у тебя есть желание, ты можешь купить мне два зелья и одного. Великодушная леди. Может мне продать два зелья по цене? Почти одного. По цене одного. Великодушная леди, возможно, вот она. Все, что у меня есть, это 270. У меня, в принципе, больше. Так этого хватит. Виктор 300. Мастер сказал. Так где тебя же смотрит? Я поймал все, кроме самого важного. Главное, что не кубик. Как-то потеряется. Если взять... Ты не нравится название заклинания? Аура оф хребализм. Хребализм? Ты на меня постоянно. Если оно стоит 300, то у меня только на донь. Ну, по-моему, оно вообще в 150. Но я могу ошибаться. Что? Оно точно не 150? Что-то я попутал. На зелье второго уровня не может стоить 150. А, на второго. А, все, вспомнило. Пожираешь трупы, восстанавливаешь хп. Шель, шель. Давай сюда. Носом дыши. Не, вы не пугаете просто. Водички они? Нет, нет, есть трупы, нет. Как бы тебя называть, Содом или Гамора? Содом или Гаморит. Называй меня... Содом или Гаморит. Содом или Гаморит. Называй меня. Да. Энджи, больше нет. Есть только чёрная смерть. А, давай. Попробуй её уговорить. Есть каратель. Сразу попробуй её уговорить, а потом кинь. Есть классный фильм каратель. Значит, когда наступило утро... Жнец. Я так понимаю, он там где-то ходит, бродит. Я к ней обращаюсь. Жнец и грец. Я не жнец. Многоуважаемая. Нижняя. Вы говорили, можно у вас будет приблизить зелье. Не надо. Ну, мы сами не местные, да? Сами не местные. Дело в том, что люди мы бедные, поэтому я, собственно, зарабатываю. Ну, я могу для вас посильную поддержку сказать. Она смотрит от себя, на твой кукли, на твой доспех. Понимаешь, что ты вообще ничего в своей жизни никогда не зарабатывал. Кроме пары замков и деревушки. Ну, я за спины вытаскиваю мешок, достаю уток. Спасибо, что не кукли. Говорю, вот всё, что есть, 250 монет. И всё. И по карманам шаришь ещё. Она такая, у тебя руку на плечо. Я думаю, мы будем всё без денег. Это всё, что умеет. Если вас устроит, я могу немножко поохотиться и добыть для вас ещё мясо и прочего. Это всё, что умеет. Возможно, я могу выполнить вашу какую-то просьбу. Я иду в деревню, может, там что-то вам надо. Убить кого? Ну, убить. В словах надо она улыбнулась, смотрит на тебя. Понимаете, вы знаете, молодой человек, наверное, вам что-то надо. Значит, хорошо. Вы мне будете должны. Должны две зелья. И сейчас отдадите мне эти деньги, я вам отдам два зелья. Вас это устраивает? Что? У тебя лохотронит по-дикому, мужика. По-моему, это то же самое, что я просто купила два зелья. Это, по-моему, то же самое, что купить два зелья по цене. Эй, что за зелья не только покупаешь. Нет, ты не прав, ты покупаешь два зелья по цене одного! Внутренний голос можно отиграть? Внутренний голос можно отиграть? Можно отыграть? Попробуй. А можно купить одно зелье? Не бери! Ты что, идиот? Что за зелье ты прикипаешь? Ресторейшн. Сколько стоит? 300. Реставрация? Что делает, что делает? У тебя 250. У меня 270. Всего вообще? Убреждённая бьет? У нас у полпартии хреновые какие-то чувства. Мы потеряли статуи. И один вообще с одной струнджой бегает. Нам очень нужны реставрация. Говорит тебе внутренний голос. Половина партии и так уже проклята. Даже тебя проклятёт ведьма. Шепхенкова с Горобаром в другую. Могу я купить одно зелье, пацаны? 0,7. Молодой человек! Вы такие шоу дорогу. Ладно, тогда мы вернёмся в другой раз. Но нас будет больше. Нет. Зелья лечения может быть. Ну пожалуйста, продавайте. Дай дипломатию. Не знаю, что кидай дипломатию. Топую домой. Ты купил одно зелье. Стоимость по половину. Ну, мне не хватает денег ни на одно, ни на два. Потому что одно пацаны отдано. Сколько тебе надо? Приходи ко мне пять часов пешком и давай сколько мне надо. Камера показывает такая. Я могу взять стоянку. Удаляющийся, довольный собой. Рейнджер. Стоит жрица такая. Я могу вообще всё что угодно взять. Я не показала практика. Я беру то, что моё по праву. У меня столько нету, я не могу есть такое обещание. Если ты знал, что это за зелье, ты бы пробовал свои штаны. Ну да ладно. В смысле? Зелье Ресторейшена? Да. Но. Ключевое слово Ресторейшена. Не Лезер Ресторейшена, а Ресторейшена. Не, ну она же мне не показывала зелье. Конечно. Но ты на них не смотрел. Да ты бы их и не распознал. Я бы распознал. Ресторейшен? Просто страдай. Распознал. Лезер Ресторейшена от Ресторейшена быстрее. Персепшн плюс 15, плюс левая алхимическая зелья. Почему? Это очень, по-моему. Ты использовал когда-нибудь зелье Ресторейшена? Я тебе правильно помню. Я тебе гарантирую, что нет. Я думаю, что я никогда не использовал Ресторейшен. Мастер, у меня. Мне быстренько, что она делает? Или нельзя знать? Обилки останавливали. Я понял. И неповрежденные уровни. Если это Ресторейшен, то он еще и уровень. Если они потеряли. Если у тебя высосали уровень. Никто уровней пока не утерял. Ну вы. Насколько мне извините? Насколько мне извините, если меня доспустят. Ты с тех пор четвертый. А кто виноват, что ты его не поднял? Никто. Подготовка ноль! Подготовка ноль! Ну вот на самом деле... Какой у тебя сник аттака? Большая. Сколько? В смысле, максимум? Кубиков. На два, до этих самых. А было бы три или шесть. Страдай. Теперь мучайся. От осознания этого нечисим. Когда ты уходил, она тебя остановила и протянула тебе символ Сейнрей. Она говорит, я не знаю, во что вы ввязались, не знаю ваших целей, но если совсем уже будет не в моготу, воспользуйся этим, говорит она. Я думаю, ваша жизнь разберется. И дает тебе ничего. Дает тебе символ. Такая женская фигурка с крылышками в одной руке. Спасибо за помощь. Давай, до свидания. Судя по весу, это бронза. Воспользуйся, берёшь и херочешь по голове врагов. Чем занимались вы с утра? Проснулись поедем. А чёрт. О чём? Закажите душу. Давай, я постановление его ловила. Потому что, чтобы он не зелень. Я в твои глаза и понимаю, что не могу рукой пошевелить. А дайте мне мою, кстати, молитву заказывала. Она заказывала заклинание. А где моя тарелочка? Молитва. Всё, теперь нет тарелочки. Тарелочка будет, когда будешь приходить совсем вовремя. Сегодня ты пришла вовремя, а когда будешь совсем вовремя приходить. Совсем вовремя это раньше, чем вовремя. Сегодня я говорю, я сидела и заполняла. Потому что у меня потерялся предыдущий заполненный. Поэтому я заново всё это возобновляла. Молодец. Кто? Из чертогов разум. С листьями. На нихару. Чё? Подложенные листиками, настоящими мажем. Ну да. В свитках закопался. Я молодец. Главное, что всё понятно. В общем, тебе добраться до города, потратил ты какое-то время, и ты сам с двенадцати к часу дня будешь. Чем занимались остальные в это время, мне тоже интересно. Мне интересно, я пошёл. Сколько времени это займёт? Не, я не уходил. А, не уходишь? Не выходишь. Да. А, ты заготовочка. Заготовочка, оп! Батарея. Батарея. Второй пауз патрон пошёл. Дай знаешь, что спрыстки сделаются. Там молебен лежит, что ли? Петя. На оружии можно что-то мазать сверху? Можно. Попробуй. Масло. 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 Масло намажь. Только магическое масло? Машина. Нет, можно яд наносить, но это сложности, так видите, страшно. Витя, поскольку помолилась и полечилась. Витя, кроме как алхимиком, кем ещё надо будет, чтобы мазать? Не, мазать ты можешь так. Другое дело, что ты зашансовый. Смотри, только сам не порёшься. Зажирится и отравишься. Можешь просто просрать яд. Ну и так далее. Ну и плюс он стоит приятно. Хороший яд. Стоит дорого. Говно. Витя, я свой статус не успею. Маш говно. Маш говно. Маш говно. Хороший яд. Ну, я вам напоминаю, что вы проснулись, позавтракали, потратили это по золотому. Я не смог. Александр, к сожалению, не смог спуститься. Пизда. Доев свой завтрак и выпив ещё по кругу. Он в миле. У-у-у, болезненький. Как албаски. Как албаски. Некоторые чувства вас зашевелились, и вам интересно, что же всё-таки с вашим товарищем? Жив он там? Да и живы всё нормально. Заходили к нему лучше. Не, надо зайти, проверить. Он с мёртвым салом. Он ещё орал. Все дела. Что это у тебя? А-а-а, колечко! Отбери, отбери! Поймай меня, поймай! Довери меня, дракон! Поймай меня! Получается, мы выспались или нет? Ну вы выспались, но статы у тебя нет. Нет, статы это понятно. Я добрая или нет? Вот тебе квест, если ты доползёшь на ведьму... Тебя нейтрально. Она тебя вылечит. Питя, один хит за уровнем. Да. А что ты можешь заплатить? А, посмотрите! Я на все... Питя, у меня там до спор 6 дамаг сенит. Он у меня там висит и висит. Вот и я там висит и висит. Когда он у меня спадёт? Висит и висит. Ну тогда, окей. Когда и когда. Почему? Потому. Зачем? Затем. Наговаривали. Шесть сенит и дамаг. Почему? По сенитам. А, это психиатр уже. Идёшь на приём, записываешься. Рассказываешь. Алию. А, ну мы заговорили, что это отдельно списывается. Ну, всё. Так, ладно, зайду. Я понял, что к тому моменту, как ты к нему заходишь, уже где-то на горизонте деревеньки появляется ваш рейнджер. Шире шаг, шире шаг. Ну зашла, спит не спит. Я не сплю. Видно, что он пытался встать, то есть там перевёрнутый стул перевёрнут. То есть, явно он немножко там следы того, что он бухал. Выпил больше, чем хотим. Учитывая, что он не мог вставать и даже сняли спросить. Больше того, чем хотел. Достаточно такие характерные. Надо ему девайс, он такой с трубочкой чистый. И катетер. И живот у меня так болит. Он не такой довольный, как он пытается себя продемонстрировать. Голова болит. Потому что он... Не то, что встать. То есть, он и помочиться-то без посторонней помощи до ветра не может. Нет, я не проси. До ветра не донет поэтому. А мы его раздянем каким-нибудь в лесу. Он полежит там. Ты поклоняешься Богу природу. Когда мой друг был ранен, я отвёл его в лес. Если Богу будет угодно. Подхожу. 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 Вознашу молитву Кадина, Калину. Ну, он тебя внимательно слушает. И говорит, давай молись, молись. Ну, помоги уже этому. Несчастному. Этого, сына. Вот этого. Понятно. Ну, пожалуйста. Он же бухает. Четыре. Мало будет. Три. Четыре плюс три, одиннадцать. Промазано. Четыре. 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 Одиннадцать. Одиннадцать. Ровненько. Четыре. Три. Четыре. Это что? Ну, мне десятки надо. Это два статы. Это я одиннадцать статов могу установить? О, ровно я тогда все восстановил. Знаешь, с чем это хорошо? Мне как раз. Ровно одиннадцать надо. Ты это использовал? Ну, один на себя, да и три на него. Ну, клянася. У меня сразу такое огромное настроение. Я вскакиваю, у меня голова начинает кружиться. У меня начинает голова кружиться, я что-то, ой, блин. Я бы сказал, что ты пытаешься вкопнуть, но мышцы себя не чувствуют. Как-то они не успели это открыть. Не очень ты им можешь управлять. Знаешь, как будто все тело затекло. Отлежало. Неприятное ощущение. А еще вот эта вот странная корочка, которая успела затвердеть и вонять. Не помойся. В бочке свиного. Что со мной такое произошло? Что со мной случилось? Все на, все хорошо, тебе надо выпить. На меня можешь не смотреть. Я олицетворяю мир. Он на тебя изменит. Что со мной случилось вообще? С тобой все хорошо? Он в пространство спрашивает. Я помню, меня кто-то напоил. Кто-то меня напоил, а дальше все. Ничего не помню. Внизу и что-нибудь обсуждается. Наверное, Карабару тебя интересуются своими похождениями вечернями. Да нет, я все предстоверяю примерно. Он почти тебя убил. Когда нам сказали прийти к работодателю. Да я везучек, ёвая. Нито не говорил прийти к работодателю. Он как-то в момент его ускакивания как-то вяло текуще проигнорировал ее. Ну, я бы назвал ему так махом. Ну я поскольку встал. Ну да. Будешь? Пошел. Пошел. Пошел к товарищу и попросил у него есть душ. Его не остановила ночь. Чтобы переться через лес. Не за того, чтобы пойти к работодателю. Полчаса времени удержаться, чтобы вскепетить воду, говорит он. Если вы очень торопитесь за 5 золотых, сделаем это магическим способом. Я пока вернусь обратно вниз. Я подожду полчаса. Что они там кипятят? Зажигалка есть. Я полчаса подожду. Файрбол! Хорошо. Он же не герой. Это ты Гарабар сын. Внук Гарабара. В общем, в семье всех мальчиков называют Гарабарами. Вообще не мальчиков, а девочек. Но у нас уже три поколения в роду не было девочек. Вот так получилось. Вот. Рожали мужики. В общем, ты входишь в Саверну. Я смотрю на этого недочеловека и говорю, чувак, а похмелиться надо? А похмелиться надо? Нет, нет, нет. О нет, ты что? Ты же алкаш, ну. Он еще это не знает. Это странно.